Добрый день, уважаемые садоводы, дачники, виноградари, любители. Сегодня 28 мая. Читая недавнее, я слежу на форумах за форумами селекционера Вишневецкого. В данном случае меня как-то немножко удивило не очень такие лестные отзывы о Черной Пантере. Как-то так ребята почему-то распрощались, что-то их вкус не впечатлил. Ну, не знаю насчет вкуса, но меня впечатлили вот эти вот метелки. Смотрите, ребята. В прошлом году у меня была одна сигналка, в этом году вот что он показал. После заморозков. У Вишневецкого в основном его гибридные формы выдерживают заявленную. Морозоустойчивость до минут 24. Ну вот Черная Пантера. Вот такие вот метелочки. Вкус, конечно, на сигнал опираться не стоит, это естественно. Ну вот такие вот метла. Смотрите. Это почти на всю мою ладошку. Ну, ладошка у меня такая маленькая. Ну, смотрите. Это где-то 20 сантиметров. Это соцветие. Оно еще даже не цвело. Хотя вы и так это видите. По вкусовым качествам, конечно, нужно ориентироваться, когда уже куст взрослый. Это где-то 3-4 года ему. Когда уже, как видно, куст устоялся в определенной почве. Он сформировался и как сорт, и как куст, и как по вкусу тоже. Ну вот рядом у меня растет та же, того же селекционера форма подарок Ирине. Ну, соцветия тоже немаленькие, как видно, плотно, наверное, уже перспектива немножко заметна. Тоже в прошлом году у меня не было почему-то, хотя я сажал весь ряд Вишневецкого. Второй ряд у меня тоже занят Вишневецким. Елизавета, Дашуня. В прошлом году у меня не было сигналки подарка Ирине, хотя его хвалят. Этот виноград, эту грибиную форму хвалят. Иначе у меня будет чем отметить ее в своих отзывах. Насколько хороша или плоха. Но, опять же таки, нельзя судить о винограде, учитываясь на чисто субъективных мнениях. Нужно еще учитывать климат местный, местную почву, особенности, агрофон и агротехнику. Тогда уже можно судить, если учитывать все эти факты, тогда можно учитывать, хвалить или ругать данную форму. Ну и еще, Вишневецкому покажу, мне тоже как-то очень удивило данная форма. Это хамелеон, виноград тоже, опять же таки, Вишневецкого. И метелки такие, да, в соцсети тоже, как вам видно, немаленькие. Вот такие впечатляющие результаты до цветения показывают гибридные формы нашего народного селекционера, уважаемого всеми нами виноградарами Вишневецкого. Ну и на этих добрых словах я хочу с вами попрощаться. Желаю вам хороших урожаев, поменьше болячек наших в садах и огородах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!